Моё миро поднялся Субтитры создавал DimaTorzok Родилась в Томске в 1944 году В семье рабочей, наверное Потому что мама была рабочей Дядька был актёром Томского драмтеатра И как бы был Не брали сначала в армию Но он всё-таки потом ушёл А как его фамилия? Разин Сергей Павлович То есть вы родились в семье Разиных? Да Семья, по-моему, была Российская Как-то их ссылали сюда, в Сибирь Видимо, давно очень И они себя называли Мы российские Второй дядей у меня был Разин Виктор Павлович Царство Небесное Он умер Преподаватель в университете Прошёл войну Был судья Международной категории По тяжёлой атлетике Вот сейчас соревнования В честь его проводят Вот в память его Мама Вера Пауна Она воевала И вот Видимо Дитя военных лет Я Потому что отец погиб А мама приехала Домой рожать меня Вот так Училась я В Томске во второй школе Начинала Я помню, когда Были Так, это второй, третий класс Когда умер Иосиф Виссарионович Сталин И когда Все рыдали Это было что-то страшное Вы это помните, да? Я помню Почему я помню? Потому что я С детства Ну я, во-первых, хотела быть Либо учительницей Либо артисткой И стихи Как-то вот Я любила сочинять Я любила собирать ребятишек Мама мне покупала Обычно марлю Там или что-то Чтобы мы шили Какие-то костюмы Платья, занавес И мы Обязательно концерт показывали Бабушкам там кому-то И когда умер Сталин Я какие-то стихи написала И читала их перед всей школой Плакали там, конечно Но это страшно Это была трагедия Для людей Потому что Кто бы как И что бы не говорил И вот И Погибли люди Очень много Репрессированных Очень много Но Война-то войной И имя Сталина Нисколько Не меньше Развучало Чем У верующих Молитва Господу О том Чтобы Все-таки И Господь И Богородица Укрыли нас От врага И помогли нам Победить этого врага Знейшего И страшнейшего Вот И поэтому Все-таки Кудо вспоминается Как Как это конкретно было Когда умер Сталина Ну в школе вы говорите Во-первых У нас Я помню Портрет на сцене стоял Портрет Сталина Сделан из спичек Из цветных спичек И Вот подходить-то к нему Особо нельзя И трогать его было нельзя Сразу Тихо Нельзя Не трогай Не подходи Вот Вот это наверное Она ассоциируется Потому что И говорить плохо нельзя Я почему Вот сразу Вспоминается Тогда рассказ мамы Когда ее отца Арестовали Павла Прохоровича Разина Он работал Щитоводом И Ну Привезли Какие-то кровати Новые Видимо Вот только металлические Знаете Раньше таких не было И одна женщина Очень хотела Вот эту кровать Заполучить Ну как говорят По глату что ли Да Вот А видимо Это было нельзя И не там Распределение Я помню сам факт Что ей Эта кровать Не досталась Но То ли Дед сказал Что-то неосторожное Может быть То ли как Но факт тот Что ночью Его пришли И забрали И умер Он в тюрьме Он в тюрьме Это вот Где башня Там вот где-то Вот была тюрьма То есть То есть В Томске Да Да Сначала Бабушка носила Передачи А потом пришла И сказали Что он умер Но это было До вашего рождения Да Конечно Тридцать седьмой год Я правда не помню Я хочу сейчас Этим заняться Вы знаете Я Пришла к выводу Что мы как Иваны не помнящие Просто страшно Понимаете И сейчас мама умерла Дядька Вот дядь Витя умер Дядь Сережа Где-то в эстонской земле Спит Я помню Стихи писала К Вот Ко дню победы Я вам благодарна Ветераны Не помню Но вот Что и мама прошла войну И дядя У него вырвано Прямо все Я все боялась Как он штангой Начал заниматься Думаю Сейчас как поднимет У него как все это лопнет То есть вот Очень переживала Вот Поэтому Сейчас У меня сын старший Спрашивает Мам Ну вообще Где нашего родослова Вообще Вот как это вы так вот жили Что вы ничего не собирали Тем более Что по мужу Вот отец Он тоже воевал И в Купицких Они там белорусских Очень долго Вот там жили Там он И Хотя сам был Из-под Казани А там жену свою нашел Свекровь Поэтому Я очень сейчас Заинтересована И думаю Что и с вашей помощью Что-то вы мне подскажете Куда обращаться И как Обязательно Постараюсь И искать корни Пока мы К вам обращаемся За помощью Рассказать О судьбе Ваших родных И близких Этих Да Теперь значит Мама Был повторный брак И вот Мой отчим Маненьков Михаил Петрович Сейчас ему 88 лет Вот скоро будет Мама умерла У меня уже 15 лет Уже 16 Вот-вот идет А отец Он живет у меня Отец На самом деле Потому что У меня вырастил С малых лет И выучил Собственно Наверное Благодаря ему Я вот Ну Господь Наверное Так ведет Что я учителем была Артисткой не стала Хотя была Возможности Где-то я Там пыталась Устроиться В театр Но потом Посмотрев на все На это Я ушла В общем Я учительница Каких классов Каких предметов Я заканчивала И педагогическое училище Это учитель начальных классов Потом Педагогический институт Факультет русского языка И литературы Потом был университет Марксизма Ленинизма И вот Потом Уже потом Буквально Лет Около 10 назад Это Социальный Региональный Российский университет Потому что Я занимаюсь Социальной работой Воскладывала Дом Ну Открыла Прием Лучьи надежды Как бы Сначала сама А теперь Потом А где вы работали В каких школах Я в Северске Ну в Северске Да Я человек в Северске Я работала В двух там школах Воспитателем На продленке Заучь Повнеклассный И там Велание ночи Потом я попала На инвалидность С 89 года Я на инвалидности Но поскольку Инвалид Инвалид Расходить можешь Раз Бог дает Что-то Значит надо Значит ты должен идти Значит ты должен говорить Значит должен помогать В итоге Значит с 89 года На инвалидности Группа не рабочая Вторая была Я очень плохо ходила Иногда терялась речь Вообще терялась я Мычала там Ну в общем Всяко было Ну давайте вернемся К судьбе Отца вашего Отчего Да Это Манников Петр Васильевич Вот не могу дозвониться До сестры Отчего Тетки Анны Потому что У них была справочка Что его В сентябре 41 года Забрали Он Отказался Сбросить Я сейчас Боюсь Что вот Не вот Либо крест Либо Это самое Колокол Колокол Да С какой церкви Где Рязанская область Так Рязанская область Петелинский район Петелинский район Вот там они жили И он Отказался Его забрали Детей Много было Сейчас остались Только вот Мой отчим И Сестра его Тетяня Все умерли Остальные Вот Забрали его Увезли На Соловке Оттуда Потом пришла бумага Где-то в декабре Что лишь Никого он умер А как он умер И вот я Когда была На Соловках В 11 году Да В 11 году Вот На Воламе На Соловках И Там Попала в группу Как раз С итальянцами Вот Не могу Сказать вам Имя профессора Потому что Ну это тогда Надо мне поднять Просто Ну не важно Да И вот Из Милана Со своими студентами Они изучают Интересуются вопросами Видимо Репрессии Вот В России И когда мы Были На острове На Секирной горе Это знаменитая гора Самое высокое место Там Вот С этой лестницы Мы спустились вниз По-моему 294 ступени И внизу Там захоронения И Прямоугольниками И квадратами И Знаете Обложено Так Большими Волонами Вот И крест На каждом Этому Периметре Стоял Написано 14 человек 9 человек Как нам Рассказывали Их выкладывали Просто Что белями Вот так положили Допустим Потом так Потом опять Вот так Хорошо Вернемся К отцу Вашего отчима Ваш отчим Жив Расспрашивали Его Что же это был За человек Его отец Хороший человек Кем он занимался Какая профессия У него была То есть Его арестовали Буквально Перед войной Или уже Война началась В сентябре 41 года Это уже Была война Вот Он даже В правлении В каком-то работал Вот Видимо Колхоза И ничто Но семья Была бедная Там у них Один был Из родственников Церковный служитель Вот Один был Такой Скажем Ну видимо Такой Вот Хват Как бы Отец его называют Богатый он был Вот И было очень Сложно Что-то там Попросить Или что Вот Но вообще Это бедная семья Была Бедная семья И вот Я вот так Вот смотрю Конечно Люди были Не очень грамотные Отец Что вот Вот отчим Мой Он потом попал В Челябинск 44 Потом В Свердловск И его Он закончил там Ремесленное училище Их потом Прислали Причем Вызывали Так Вызвали Сказали Поедешь Он говорит А я не хочу Туда ехать Как не хочешь Ты что Против советской власти Привезли В лес Оставили Вот к нам И началась Вот там Вот То есть он Был первый Ваш отец Очень Был первостроителем Города Северска Да Да Это был 52 Где-то Вот Если так считать 49 Постановление По-моему Было Да О Начать Вот строительство И кем он работал Машинистом В котельной Натец Машинистом Котельного Цеха Вот так Машинист Котельного Цеха Конечно Здоровье Он там Оставил Прилично Потому что Сами знаете Что там Почистить Вот этот Вот Жара Так Такая Но Очень добрый Это был Режимный Объект Да Это же Северская Закрытая Зона Сама Зона Скать А сам Объект Котельная Тец Ну Тец Вы знаете Как Нет Если брать Допустим Тец Но все равно Это так просто не пройдешь Да Это все серьезно Очень проходные Но я так думаю Что Если брать Допустим СХК 25 То конечно Там более Серьезный режим Чем на Тец Но все равно На Тец Я помню Нас школьников Возили туда На Нет Даже не школьников Это по-моему Я уже работала Да На экскурсию Ну так просто Нет Это все Режимные Конечно Объекты Ну Нас интересуют Первые годы Становление Города Северская Поэтому Рассказывал Кто строил Заключен Или строили Солдаты Конечно Это же Улица Первомайская Она еще называлась Берия Сначала И тут вдруг Его в 1953 году Арестовывают И Улицу Моментально Переименовали В Первомайскую Вот И мы жили Так Мы жили Улица Сталина 4 А вот С Первомайской На улицу Сталина Были ворота И к этим воротам Подъезжали машины Ворота Открывали И туда Выпускали Женщин Заключенных И они тоже Строили И мужчины Строили Потому что Почти все объекты Начальные Строили Заключенные Это собаки Это машины И мы Смотрение Конечно Вот И Даже Вот Вы может быть Слышали Несколько лет Назад Когда делали Капитальный Ремонт Дома По-моему Даже нашего Пока мы не один Где-то нашли Там Когда Вскрывали Все Нашли Письма Заключенных Ну С призывом Конечно Отрицательным Вот К правительству Некоторым Отберили Что Вплоть до того Что Это враг народа То есть Такие вот Моменты были Поэтому Объект Режимный Проехать Невозможно Это все Было По пропускам Я помню Как В переполненных Автобусах Люди сидели А мы стояли Сзади Еще на сиденье Держались За ним Потому что Автобусов было мало Машка Какой-то автобус Был Еще помню Вот Машина На КПП Кто стоял Выходили Кто сидел Не выходили Ну В общем Канал пускался При нас Потому что Мы там бегали Ребятишками По каналу Буквально По щиколотку Там только-только Просачивалась Видимо вода Потому что Еще не открывали Пусковые Мы там бегали Жили мы В монтажном городке То есть Поселок Иглаково Вы там были у нас Да? Вот Поселок Иглаково И монтажный городок Там жили Вот все Строители Монтажники И конечно же Мы по этому каналу Бегали А потом уже Вот нам Дали Две комнаты С подселением По Улице Сталина А потом уже Эту улицу Сталина Когда вот Выступили Там С обличительным Вот таким Докладом Переименовали В проспект Коммунистический Теперь это Проспект Коммунистический То есть Ваше детство Прошло Начиналось Именно На почтовом ящике Как называют Да Значит слушать Я очень любила Английский язык Слушать Я помню Когда перевини В пятый класс И я попала В класс Где изучают Немецкий язык Я встала И сказала Фашистский язык Учить не будут И перешла И перешла В другой класс Там английский язык И я не вышла Я так Вот Ну я правда Очень У меня видимо Природная кортавость И мне даже В институте говорили Перейдите на мес У вас У вас У вас хорошо По-английски Вообще Мы были патриотами Нисколько Ничего не могу сказать Мы действительно были патриотами И когда я переключала На другую волну Чтобы послушать речь Нравилась мне английская речь Я получала подзатыльник Такой От мамы Потому что У нас ездили По улицам Эти Послушки Ну да Вот машины Такая Ты что хочешь Что К нам пришли И вот И я сразу Переключала Конечно Вот как воспринималось О том Что КПП Колючая проволока Вы знаете Заключенные И не задавались Какой-то мысли Нет Не задавалась Потому что Мы были воспитаны Я вам еще раз говорю Патриотами Что враг подслушивают Что враг Везде И всюду И когда ездили Мы в отпуск Обязательно Значит Мы расписывали Что К неграм не подходить С этими не разговаривать Я помню Волгоград приехали Со свекром И с детками Я приехала В трамвай вошли А там негры Негры сидят впереди Там скамейки на дверь Я в ужасе Значит Потому что Я Даже вот что Это близость И то я была в ужасе А они такие интересные Они же черные Мне А помните Были будто Перчевые игрушки Негритятки Такие И мне Вот Так хотелось Его пощупать За ушко Потому что Они вот Вот такие черные Были вообще Синюши Синевое Отдавали Вот Ну нельзя было Подходить Ничего Конечно Даже Помните Когда и Сахарова Захлопывали И Это же все Было В наше время И если бы Тогда Солженицына Хоть один рассказик Я бы Прочитала Это уж потом Я прочитала Один день Ивана Денисовича Да Начала Что-то Что-то Но В это время Заканчивала Потому что Я работала Заведующей Детским садом Вела политучебу У всех Заведующих Это не просто Так Даже Висела Где-то На доске Почета Это самое Как там В горбонной Партии Вот В нашем Поэтому А вы были Чемпортия А как же А как же Еще какой Я правда Я не скрываю Я была Патриотом Работала Когда Значит Приже Детский Логель Вот такой Вообще Клуб Детский Я была Как бы Там Руководителем Этого клуба И вот Что характерно И в школе Я вам скажу Что в школе 23 февраля Это Подготовка Строевая песня Да Вот Значит Я сама Написала песню У меня Сын как раз Пошел служить В десантные войска Старший И мы шили форму И мы шили форму Всем деткам Значит Потому что Это же Строевая песня Мы готовили концерты Мы поздравляли К 23 февраля У нас там ЖЭУ рядом был То есть Всех мужчин К 23 февраля И попробуй Мама Не отпусти Ребенка Она так и говорила Я и Николаевне скажу Что ты меня не пускаешь То есть В 7 часов Мы должны собраться И пойти Поздравлять Точно так же С 8 марта Вот И понимаете Ну да Я была Я была Фильм Как туда Чего И я была На Валааме Где вот эта могила Человека Который Помните Когда их после войны Тяжелых инвалидов Свезли на Валаам И Когда их хоронили Собственно Из палочки На кресте Обрубок И когда Женщина По телевизору Увидела Значит Показывали Как-то Валаамских Вот Видимо Это дом-интернат И она увидела Мужа своего живого Не могу Столи его мужа Нет Не могу Вспомнить Фоминия Вот И сына зовет Иди скорее Отец И они едут На Валаам Он умирает В это время И они добились Вскрыть могилу А он герой Советского Союза Но они мешали Как это Ленинград И Москва И они тут Разъезжают На этих подшитничках Помните Вот Это же Неприглядно Это же что Портит вид Вот И Есть книга Как же автор А скажите Если это возможно То есть Это все-таки Личное Вот Ваш приход К Богу Мой приход К Богу Я вот заболела В 89-м году Инсульт Могу таскала В общем Я долго была На больничном И Мне дали Вторую группу Инвалидности Нерабочую Вот Стала Думать Что делать Надо же Как-то жить А мужа Стали сразу Говорить Да ты что Да вот она Ну как обычно Она инвалид Да вообще Что теперь Это Конечно Женщины Сразу Они же Это дело Быстро Интересно Подхватывают Вот И я Как-то Зашла на Почту Вижу Женщина Посылку Распаковывают И там Написан Новый Завет Я Слышала Да я вышла Из партии Когда на Инвалидность Попала Потому что Приезжали Только за Порт с носами Однажды Приехали По-моему В день рождения Что ли Приехали За порт с носами Я говорю Знаете Ну вообще-то У меня сегодня Праздник Вы не могли бы Меня поздравить Какой Я говорю Да вообще-то День рождения И сразу Написала О выходе Муж написал О выходе Из партии Его Даже пугали Ты че Да Ты Свою анкету Портишь Чем я порчу Анкета У меня там Постоянные И награды И премии И рационализатор Он великолепный Поэтому Я говорю Этого Простите А вы мне помогли Жена На инвалидность Вы мне зарплату Хоть там На десятку Прибавили Чтобы было полегче Потому что Дети Ну и в общем Вот Вышли Ну и вот Вот так Видимо Через Вот эти полячки И я пришла То есть еще до поездки На Соловки Да конечно Это был Это был Восемьдесят девятый Да Девяностое Восемьдесят девятый год Мы стали там Организовывать Городское Отделение Всероссийского Общества Инвалидов И я возглавила Там девятую первичку У меня было Более двухсот Инвалидов И вот Я начала Помогать им Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok